приветствую вас и снова у нас автобус для евротрак симулятор уже 3 автобус и за этот месяц уже 4 автобус первые три довольно таки неплохие и так у нас тем за сафир плюс у нас было уже темса на обзоре автобусе к престиж очень такой неплохой автобусе и он еще и микро он небольшой что мне очень нравится давайте посмотрим что это за мод тем за сафир и так я в мод менеджере видим что у нас есть два файла поэтому я здесь основу мы ставим ниже видим подписан лог и дальше у нас над этим ставится скины для него давайте посмотрим его в гараже уже этот автобусик и так как мы видим у автобуса есть свой автосалон его нужно искать в дилерах из модификаций и давайте смотреть на его конфигурацию рассмотрим вначале модельку ну знаете белый скин тут непонятно что где происходит давайте поменяем на металлик чтоб видеть его части и так давайте рассмотрим модельку видим что у нас выделяется вот такими вот цветами двери это означает что они открываются это все потому что движущие движущиеся элементы к ним не применяются скины вот такой вот недостаток в движке игры я не знаю авторам этой игры нету смысла вообще ничего менять так что мы будем с этим мириться выход из этой ситуации только в том что меняются отдельно детали и делаются под определенный скин тогда у нас будет однотонный скин это мы уже встречали в других модах на автобусы так давайте посмотрим что у нас дальше идет шоссе шоссе вообще нету отсутствует посмотрите если кабина у нас один вариант то шоссе у нас вообще вариантов нету как будто у нас она не стоит так по двигателям видим 435 лошадиных сил коробки передач стоит по умолчанию 6 ретардера можно ставить 12 ретардера давайте посмотрим нашу приборочку приборочка выглядит довольно таки неплохо давайте заглянем салон и смотрите в салоне тоже неплохо какая-то текстура пола есть на мой взгляд как-то непропорционально выглядит кажется что слишком мало высоты этому автобусу то есть он там для людей максимум рост метр восемьдесят кто-то больше уже просто не будет помещаться очень низкий сиденья довольно таки комфортабельные здесь все хорошо видим что они повторяются что у водителя что и запасное вот это сидение даже вот экранчик сюда завезли какой-то и давайте перейдем к скинам посмотрим пусть цветами мы уже поняли что их не советуют применять потому что будет вот такая вот такое безобразие с открывающейся элементами тоже касается видим что у нас со с кастомным колором давайте вот посмотрим предзаготовленные цвета вот уже работают нормально если вы хотите покрасить свой цвет или же вот эти вот металлики то нет давайте перейдем к скинам посмотрим как работают скины но белый цвет этому автобусу абсолютно не идет потому что он стоит кстаёт каким-то пластмассовым абсолютно не видно детали вот желтый уже повеселее давайте посмотрим все скины вот этот скин мне больше понравился видим что у нас крыша отдельно черная передок черный то есть есть какое-то разнообразие потому что я сомневаюсь что нам дадут что-то менять шаблон вот таким образом выглядит какой-то он мега пиксельный тут пикселей просто размеры спятак так смотрим что у нас дальше по скинам вот это с с неплохо смотрится также так дальше это у нас стандартные покраски у них тоже проблема с вот этими движущими элементами так какой же мы скин выберем ну в принципе мне понравился вот сейчас где тут скинчик был где черная крыша мы его сейчас вернем вот этот не скин больше понравился потому что автобус так смотрится по прикольней смотрим дальше что у нас по внешнему тюнингу на самом-то деле точек много как для автобуса давайте смотреть самого низа так начнем с бампера это у нас добавляются туманки желтого цвета вот такие ладно пускай будут так дальше что у нас это у нас добавляются турецкие номера так а кроме турецких номеров есть чего-то есть какой-то и шаблон ну ладно хватит нам турецких номеров убираем так брызговики добавляются но их совершенно не видно это надо летающей камерой туда подлезать но важно что они хотя бы есть это уже хорошо так идем дальше что у нас вверх какой-то стикер добавляется ну что-то мне не нравится вот эта вся идея давайте посмотрим как это ну вот такая полоска которая будет бликовать нет спасибо не надо как убрать этот стикер так вот так это все у нас в салоне будет меняться так так тут какие-то точки вообще просвечивается через весь так смотрим что добавляется это интересный такой элементик видим со значком тем за ну пускай будет интересно почему здесь такого нету возможно дальше мы попадем на эту точку пока что я ее не нахожу так идем дальше что у нас идем вверх сейчас здесь у нас должны быть таблички давайте напишем там номер рейса какой-то вода прикольно выглядит но номерок таким необычным шрифтом так и напишем там кто едет и куда так все отлично следующая точка это у нас что это у нас флажки ну ладно я их уже установил так установил так наклеечки добавляется вот такие вот это мы получше рассмотрим уже находясь в салоне так это . какого-то медведя нам повесила ладно и так я понял тут все дальше еще один турецкий флаг можно повесить так пассажиров посадили это очень хорошо в предыдущих двоих двух обзорах на на solaris и urbino у нас не хватало пассажиров здесь они есть вот это нужно к этому стремиться чтобы все было дополнительный свет на крышу добавляем наклейка что там написано я не могу прочитать первую букву м дальше уже не знаю что там написано так следующее еще написано стикер стикер это наклейка но на самом деле в такой вот не знаю спойлер это называется наверное хорошо пускай будет разнообразит наш мод так пассажира убирать не будем еще какая-то наклейка ну-ка подождите убрали ее не знаю что вот эта наклейка делает зачем она ну пускай будет для разнообразия это нам сейчас я посмотрю чтоб ее не было на лобовом все на лобовом нету так перейдем назад тут тоже очень много точек давайте посмотрим что они дают дополнительное вот такое обрамление не знаю что она значит возможно эта лента будет светиться так цепь какая-то добавляется пускай будет так брызговик один такой большой тоже не могу прочитать что там написано возможно на турецком на турецком так еще какая-то лампочка добавляется далее анкара логотипчик какой-то еще много надпись на турецком ну не знаю это я считаю лишним это мы не будем смотреть не будем то есть видеть она нам только фпс будет просаживать еще турецкие логотипы можно куда угодно так что это за не он какой-то не он нам предлагается так какой же цвет ну опять же по цветам тут нужно знать турецкий потому что выбираем просто на вот ну давайте не он саре выберем возможно мы угадаем с цветом так еще там какие-то логотип чекин дополнительные добавляются это мы все уборе убираем вот такая вот сеточка на заднее окно табло какое-то с какими-то номерами так 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 что то добавилось какой-то вот плакатик ну не плакать и какая-то лента добавилась так что с вот этим цветом посмотрите у нас точки света висят в воздухе это как-то можно исправить давайте посмотрим так она вот когда мы добавили спойлер уже все стало на свои места кстати спойлер выглядит прикольно прикольно он получше чем вот этот что спереди непонятный предмет вот это уже прикольная штучка и она такая черного цвета такой chrome именно отлично так смотрим что у нас здесь еще какое-то лого но это не совсем лодоков просто полоски добавляются видим что у нас кондиционеры уже установлены вполне может быть что я какую-то точку пропустил потому что тут очень много точек перемещаемся к интерьеру так мы внутри смотрим в начале что у нас по бокам стикер это у нас дефлектора что по зеркалу ничего не меняется две точки по зеркалу что ли тем залога давайте посмотрим что поменялось где-то где это лого она якобы должно быть на зеркале но его нету я не вижу тем залога возвращаемся назад так давайте еще раз поставлю можете не заметил нет ничего не появляется вот так этот вот баннер у нас сзади и спереди red soldiers не знаю то ли это клуб какой-то вот у нас вымпел еще дополнительно есть а также поддерживаются у нас скины ой то есть не скины sisal поддерживаются будет в описании ссылочка конечно же дальше мы видим здесь у нас ставится только стандартные предметы но видим что это просто неудачная выбрана . телефон как видим висит в воздухе очки в воздухе не знаю хоть один нет ни один предмет сюда не подходит это плохая идея с этой точкой так когда вниз хочу опустить камеру почему-то ее резко вверх поднимает так что сильно не буду опускать чего она добавила фиг его знает убираем так что у нас по рулям два варианта просто меняется лого мне это лого вполне устраивает так давайте добавить ну опять турецкий ну ну хватит давайте вот так вот этот аксессуарчик как раз идет под наш интерьер так стикеры вот эти непонятные тоже убираем так так это все с экстерьера сюда прилезла так что тут ничего не меняем так на пол можно поставить сумку чтоб выходя пассажиры бились об нее или же ноутбук ну как вам такое вот ну куда это годится куда этот ноутбук ставится это вообще бред вот сюда вот не хватает аксессуаров давайте посмотрим их естественно сюда не поставили их поставили почему-то выше давайте хоть баночку нет воздухе находится то есть по аксессуаром они якобы есть но нигде на столик не сюда не ставится нормально аксессуары неправильно расположены аксессуары флажки я убирать не буду так стандартные веселки можно повесить зачем она здесь я не знаю если бы она повыше было то было бы нормально так что у нас gps вот этот крошечный gps конечно нас не устраивает давайте попробуем gps сюда приспособить и посмотрим как это будет смотреться так том том про маловатый табло gps уже побольше давайте посмотрим не торчит ли он вроде бы все нормально сквозь стекло он не пробивается это уже хорошо направлен немножко не на нас но это лучше чем вот этот крошечный gps почему-то в автобусах по многих но модов на автобусах просто миниатюр ненький gps так смотрим дальше что у нас под точкам здесь еще можно какие-то флажки естественно на навешать но нам хватит этого red soldiers так смотрим дальше еще что у нас здесь что такое 6 ничего не поменялось что это за за скрепки какие-то не знаю сюда нельзя пассажиров посадить кстати заметьте что у нас пассажиры сидят но изнутри их не видно еще раз показываю пассажиры есть пассажиры нет так это все точки у нас сзади кстати почему-то сзади больше точек чем спереди это такое в первый раз встречаю и так в итоге у нас получился такой автобусик есть спорное решение на это уже будем подводить итоги потом сейчас перемещаемся в братиславу где у нас автобусная станция и там будем его тестировать итак мы в братиславе вы знаете шикарный шикарный просто обзор у нас в нашем автобусе я вообще вот так вот поставил нету рамок если передвинуться то еще будет лучше а вот эти оконные дефлектора лучше снять они сильно-сильно бликуют и отвлекают от дороги так по интерьер чеку все хорошо вы знаете я боялся в гараже она смотрится похуже с освещением уже как-то по-другому заиграл наш автобус давайте рассмотрим видим что тем за еще вверху есть лога и давайте включать уже двигатель слушать звук так включился у нас наш автобусик действительно gps просто крошечный так что я рекомендую вот сюда ставить gps от сисела напомню что ссылка на сисел мод будет тоже в описании ставим сисел выше этого автобуса и все нормально работает обратите внимание что происходит с нашим бортовым компьютером абсолютно ничего не видно просто белый квадрат там есть у нас нарисован наш автобус но ничего не там не разглядеть если просто вот так вот сидеть там непонятно что нужно убирать конечно в настройках свечения blue возможно это поможет но я тестирую моды в одинаковых условиях и поблажки этому моду не будет проверяем поворотники есть анимация но посмотрите что происходит с анимацией ручки вот у нас ручка за рулем смотрите раз и она уходит нашу приборную панель это очень плохо лучше по на вообще не было анимировано выключенном состоянии также находится пробивается сквозь нашу приборку только когда мы нажимаем левый поворотник она выходит с него вот такая вот история так что у нас парковочным есть анимация принципе тут все хорошо и есть индикация так на вот этом экранчике у нас ничего не показывается просто из стс зеркала я не знаю я не знаю что в зеркале здесь что здесь показывается это зеркало само себя показывают или что что за белая штука сверху я не могу понять ну ладно пускай будет принципе зеркало можно отстроить вот вправо и вообще все худо там очень плохой обзор по дороге так а положение руля можно менять интересно посмотрим вроде бы можно но не факт а можно менять положение руля можно его сделать вот вот так вот можно его так отодвинуть тогда у нас открываются дополнительные опции по нашей приборки и все становится видно немножечко смещен руль по соотношению с давайте нет отодвигаться не надо нам нужно побольше обзоров чем не нравится автобуса что здесь максимальный обзор вот так можно поставить но видим что у нас дальше датчики стоит перекрываться играемся дальше вот все может быть я принципе вернул то же место но принципе так лучше самый лучший обзор но руль регулируется это уже хорошо это не в каждом моде вот такая вот штука есть так возвращаемся в игру так следующее что я я обязательно забуду это проверить я так понял что у нас открываются окна и двери давайте посмотрим что при открытии левого происходит до открывается у нас передняя дверь и хочу посмотреть на наш экранчик я думал тут будет как-то на этом бортовом компьютере как-то обозначаться что у нас что-то поменялось видите что я переключаю показания на топлива ничего не видно даже в приблизен в люблю приближенном состоянии так дверцы мы посмотрели что они открываются давайте посмотрим с внешки дверцы на левое открытие окна у нас открываются двери передние и задние у нас только две двери напомню закрываю их анимация хорошая и на правой должен открываться багажник да так и есть такой огромный у нас багажник открывается на правое открытие окна закрываем обратно возвращаемся в салон мы в таком шумном месте тут блин промзона все дела давайте проверим что у нас происходит в дождик надеюсь игра не будет вылетать потому что когда я тестировал предыдущие моды игра вылетала это именно игра потому что вот в версии 1.39 какие-то сплошные несовместимости надеюсь это все поправит так пошла плохая погода в салоне у нас тоже намокают окна давайте дверцы откроем посмотрим не будут ли висеть капли в воздухе капли висят в воздухе это конечно минус это конечно минус так проверяем наш дворник вначале хочу посмотреть то есть у нас анимация переключения дворника это хорошо как он стирает давайте посмотрим да он стирает все нормально смотрим с внешки я вообще дворников не виду но они не идеально они не прилегают к окну видим что отстают включаем ночь надеюсь дождь пройдет как раз так видим что таблички которые мы делали джей и 720 номер маршрута не светятся так дворники стали ли нет не могу их увидеть включаем свет видим что в салоне даже отсюда видно что в салоне у нас есть подсветка я там сзади выбирал цвета виден видимо я с каким-то цветом угадал желтый видим там и синий так смотрите фары какая-то непонятная месиво тут получается но принципе фары светит хорошо я бы сказал так давайте еще дальний включим вот так вот светит у нас дальний так на о что у нас происходит и но у нас включается подсветка в салоне и и сразу видно это очень хорошо что у нас с поворотниками поворотники очень большие их очень хорошо видно это классно я не знаю почему-то за это переживаю чтоб меня поворотники хорошо светились вот ночью уже ну видно наш автобусик давайте посмотрим потому что мы больше в другое в другое время суток мы просто не увидим так а ну-ка дверь еще раз открою двери нарисованы но никакой индикации на них нету я думаю что в будущем как-то придумают чтобы закрасить этот квадратик при открытии двери и то есть окна получается так бортовой компьютер там у нас какие-то кэн километры показывают ну мы километр вряд ли по и проедем но это хорошо будет если считает наш километраж без выключена без включенного света видим что практически не видно наш gps он слишком тусклый включаем освещение видим что кнопочки у нас подсвечиваются зеленым цветом а также кранчик вот этот подсвечивается и все станет становится повеселяем повеселее нажимаем о и подсветка просто отличнейшая ничего лишнего никаких там красных цветов желтых и т.д. все светит белым цветом нормальный не холодный не теплый такой нейтральный все отлично видно gps кой то есть бортовой компьютер перестает быть виден но нам он не нужен в таком виде как он есть подсветка в салоне вообще полная иллюминация все очень хорошо видно я не могу понять что там сзади какое-то дерево вообще непонятно что там происходит сзади что там сзади блин хоть хоть бери да камеру вызывай сейчас мы в салон проникнем просто мне интересно что то что тут происходит а это у нас просто деревянные такие ступеньки растянутая текстура и какая-то желтая подсветка ничего необычного все нормально за подсветку плюс конечно же плюс включим обратно день и сейчас проедемся чуть-чуть точек и мне интересно вот внизу будет ли меняться километраж наш так поставим 10 так убрали убрали так но я не знаю смогу ли я нет вернуться я сюда же не смогу к сожалению так что просто проедем туда до остановки надеюсь что здесь вот поменяется километраж так показываем поворотник и поехали показывается у нас километры в час мы видим нижняя возможно это круиз-контроль так ладно чё и стал нужно уже ехать мощный звук двигателя на предыдущем моде я вкрутил его побольше потому что некоторые так но я уже 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 умудрился в забор въехать сдаем назад нужно больше вывернуть почему-то здесь никто никогда не вне ездит не знаю почему надо будет все таки наверное громкость уменьшить что-то стс меняли в звуках нотка когда я проезжал под мостом только что мне это не понравилось так я нарушаю как всегда теперь светофора не видно но я посмотрю если они остановятся машинки то поедут да зеркалам не явно не нравится вот правое вообще плоху плохенный обзор так поворачиваем на нашу остановку сейчас попытаюсь снова я запарковаться нормально интересные такие звуки так чик так остановились и первое открываем двери для наших пассажиров раз отлично ну там пассажиров нету но это так отыгрую рп можно так сказать так ну в принципе все давайте поставим на парковочный он у нас анимированный все и будем подводить итоги что по моду знаете приборка довольно таки неплохо за исключением ручки нашей ручки которая поворотники она врезается у нас в приборку это нужно исправлять потому что это сильно бросается в глаза сильно а дальше мне не понравился бортовой компьютер он засвечен абсолютно ничего не видно тоже касается и gps мало того что он маленький при плохом освещении он вообще становится не виден так что рекомендую сисловский ставите ссылка в описании зеркала зеркала тоже отдельная история возможно их можно как-то отстроить если левое зеркало еще более-менее то вправо и у нас обзора вообще нету нужно его корректировать сто процентов по салону нашему здесь все хорошо ну вот опять я эту штуку вижу вот посмотрите у нас нету зада на это мы конечно не будем обращать внимание это еще когда был в гараже заметил когда я приблизился там появились вот эти ступеньки сейчас их вдали нету но мы туда не смотрим мяку таким мелочам я не буду придираться ставить минусы и так по минусам у нас плохой бортовой компьютер никудыш не обсказал дальше что у нас ручка поворотников входит в борт в наш в нашу приборку тоже минус дворники работают они снежки не прилегает но это не критично они работают изнутри для меня это главное тушим наш двигатель по звукам все нормально и теперь переходим к внешке внешка вполне себе ничего нормальная скинов не так уж и много но они есть в принципе детали для внешки много ну почему-то именно в этом моде больше уделено время больше уделено внимание задней части нашего автобуса тут просто все облеплено какими-то логотипами и т.д. спереди же тюнинга маловато но в принципе здесь есть все что нужно так что по оценке вы знаете семерку этому моду я не могу ставить но и восьмерку для него это много классно что у него открываются двери и багажное отделение тоже открывается это все замечательно но есть также минусы нужно все-таки проработать интерьер подсветка есть это тоже плюс но нужно поработать с бортовым компьютером я считаю в первую очередь это доделать бортовой компьютер второе это ручку поворотников сделать и уже будет твердая восьмерка для этого мода итак спасибо что посмотрели мой обзорчик смотрите также мои обзоры на предыдущие автобусы они очень замечательные я просто наслаждаюсь ими оба стайшн мод тоже рекомендую он недавно обновился до 1.39 я думаю что это повторю еще моем дайджесте который сниму уже скоро всем пока